Привет, друзья! Прежде чем начать курс гимнастики, я вам расскажу о положении рук, которое необходимо соблюдать при выполнении всех упражнений, связанных со стойкой на руках. Давайте рассмотрим это поподробнее. Отметим наши точки крестиком и перенесем их на нашу дозу. Для того, чтобы было понятно, о чем мы говорим, положение рук. Теперь здесь. Какое должно быть расстояние между этими точками, между руками? Расстояние ровно локоть, то есть от этой точки до этой точки расстояние локоть. Ни шире, ни уже. Это оптимальное расстояние для выполнения упражнения. А теперь мы рассмотрим положение ладоней для наших упражнений. Чтобы было понятно, отметим среднюю линию и большой палец. Соединяем их в точке. Это будут наши ориентиры. Здесь это средний палец. Сюда смотрит большой палец. И здесь наоборот. Сюда большой палец. Сюда смотрит средний палец. Это положение рук свойственно для стойки на руках. В этом положении мы с вами будем учиться стоять. Средний палец и большой палец составляют прямой угол. Чуть процентно написал. Следующее положение. Это положение отжимания на руках. Сотру. Большой палец, то есть мы разворачиваем. Здесь увеличивается угол. Это положение для отжимания. И третье положение. Когда мы разворачиваем ладони полностью. Это положение для ходьбы. То есть можно отметить для того, чтобы не забыли. Это движение для стойки. Это положение для отжимания. А это положение для ходьбы. Вот что я хотел показать. А теперь перенесем это все на нашу плоскость и попробуем это выполнить. В воскресенье в 7 часов выйдет первый курс. И мне хотелось, чтобы вы это уже знали. Увидимся с вами в понедельник о нашей первой тренировке. Всем пока.